уважаемые любители моих научных роликов которые смотрят их на сайте издательства ведь сегодня у нас 34 выпуск ответов на вопросы вполне понятно что вопросы приходят очень разные некоторые настолько глупы что ну неудобно как-то читателя посылать или слушателя посылать восьмой класс средней школы поэтому я все-таки выбираю более-менее смыслные вопросы и прошу меня строго за это не судить все-таки глупости они удаляются школьным образованием некоторые умности в институте но уж кто и там и там не побывал или прошел мимо тому придется заниматься самообразованием без моей помощи ответ на вопросы сложные всегда интересен ну например есть такой вопрос от юлии она спрашивает а почему вот в африке в южной америке в европе в китае в россии настоящие бойцы с алкоголем то есть алкаши запойная достигнув своего искомого состояния то есть белой горячки видят одних и тех же чертей то есть таких скотинчиков серо-зеленого цвета и откуда мол где это в нашем мозге есть это очень интересный вопрос действительно значимый то хотя кажется на первый взгляд смешным нет дело то в том что как раз в таких ситуациях когда человек уходит на грань выживания мозг его работает так сказать достаточно спонтанно у нас проявляются древнейшие комплексы биологических адаптаций которые возникли на заре формирования человечества и эти самые серо-зеленые человечки состояние алкогольной токсикации это на самом деле некий экскурс в наше прошлое общее поскольку эти люди разных наций из разных раз разошедшие все между собой десятки тысяч лет назад на самом деле несут себе все те же древние животные ощущение опасности которые в такой ситуации проявляются виде серо-зеленых человечек ну приведу пример более понятной чем алкоголизация дело в том что человек когда вот идет и о чем-то задумавшись или книжку читает или тыкается вот в ладонную лабуду неважно как и не смотрит под ноги найдет по асфальту вдруг наступает на резиновый шланг чувство опасности возникает невероятное почему потому что обезьяна в далеком прошлом наступив на змею имели стопроцентный шанс умереть поэтому чувство опасности срабатывает на подсознательном как говорят психологи или как мы говорим на инстинктивно гормональном лимбическом уровне поэтому вопрос интересный требующий специального осмысления и когда-нибудь я расскажу поподробнее конкретно какие структуру мозга и каким образом в этом участвует но кроме этого есть и странные вопросы я рассказывал недавние лекции про жаберный аппарат о том что у человека жабры закладываются но это не жабры джаберный аппарат то есть это не для того чтобы зародыш дышал для того чтобы распределить во времени и пространстве регионально специфическую экспрессию генов потому что гены тупые и не знают когда и где им экспрессироваться если не будет механизма сообщение им позиционного сигнала о том где и как они находятся геном то одинаково а судьба клеток разная для того чтобы распределить во времени и пространстве существует привычная эмбриональная индукция индукционные тангенциальные взаимодействия в эмбриональном развитии много еще чего в том числе и определение позиционной информации методом морфогенетических взаимодействий между клетками при возникновении формы вот для этого жабры и закладываются они возникают не как наше наследство от далеких рыбок а как универсальный возникший много миллионов лет назад механизм распределения региональной активности генома поэтому человека смастерить таким образом не получится надо начинать все самого начала поэтому направить эволюцию таким образом почти невозможно или вопрос как группа крови влияет на развитие мозга мозг забарьерный орган то есть между ним между кровью мозгом существует гематоэнцефалический барьер поэтому никак не влияет я сочувствую бизнесменам но к сожалению это таким образом можно обманывать только людей плохо учившихся в школе то есть дело в том что как раз у нас мозг как забарьерный орган очень индифферентен к этому делу и ничего никакого влияния радикального он не оказывает а в эмбриональном развитии как раз гематоэнцефалический барьер формируется когда кровь тоже приобретает довольно специфические характеристики это отдельная тема хорошо разработанная в детской гематологии теперь дальше акулы няньки поподробнее я уж не знаю показав мозг человек акулы няньки чё там рассказывать поподробнее есть меня специфическая книжка к сожалению она переиздаваться не будет потому что не для кого называется сравнительная то минерная система позвоночных она была написана мной как учебник для московского государственного университета где как вы знаете проработал 11 лет и больше туда не вернусь так вот в ней там я довольно подробно разбираю особенности все но в двух словах можно сказать что ну акул нянька но это обычное первично водное животное хрящевое имеет очень архаичное строение мозга не гипер специализированный то есть у него не гигантские обонятельные центры как там например у длиннокрылые акулы или акулы быка которые в основном и закусывают моряками в тихом океане но так акулы довольно невинные существа едят они очень мало что там про нее рассказывать есть за год столько сколько весит сама попробуйте перейти на такую диету будете выглядеть очень модным образом но мало совместимым с жизнью ну за счет этого них там специальная система пищеварения ну и к тому же они вынуждены всю жизнь дышать раздышать значит плыть поэтому злые голливудские значит режиссеры они ловят такую сажают в клетку когда они начинают задыхаться тоже совсем они их выпускают и там и вроде как они нападают на длинноногих красоток ну вот если чувствуют что они продышались и начинают их там за хвост так вон гисты держит и опять полудохлую акулу выпускают в кадр поэтому чуть почитаете про кул написано больше чем нужно жалко что там в основном разнообразные обредительные сказки значит еще есть всякие вопросы с издевка и провокации например это мне все время спрашивают опыта трехблочный психологический там конструкт мозга то еще какие-нибудь выдумки ребята трехблочный психологический и пятиблочный фон неймановский маразм меня не интересует потому что это никакого отношения ни к работе не конструкции мозга не имеет хотя позволяет любителям значит заморачивание головы на этом хорошо зарабатывать здесь комментировать нечего это выдумки значит теперь вопрос на засыпку но это естественно всегда появляется какой-нибудь артист с плохим средним школьным образованием который хочет значит у есть старенького профессора это всегда дьявольски приятно так вот вопрос на засыпку от землекопа засыпателя ну как у пензасы по засыпка же землекоп засыпатель значит под ником мккм может ли человек создать алгоритм своего же мозга для его совершенствования значит оптимального использования и он даже предлагает как вега видимо который он не сдал судя по вопросу да нет не знаю или обращайтесь к папам значит прелестные то есть человек алгоритм я сочувствую потому что человек который считает что мозг может моделирует алгоритмы по-видимому первое плохо очень учился в школе видимо не имеет образование специального медицинского или биологического в третьих посмотрел видим одну мою лекцию перевозбудился это бывает с гормональными подростками ну и самое последнее он живет в мире алгоритмов я знаю таких людей которые пытаются с помощью алгоритмизации всего но эти алгоритм вот еще не начали работу еще эта работа самом зародыши еще ничего не понятно что будет еще не проведен ни один эксперимент но они уже носятся выпучу в глаза и задают только один вопрос а как вот какой принцип должен быть какой принцип должен быть реализован научное исследование не знает никаких принципов она работает с реальной природой надо читать книгу природы а не попытаться придумать алгоритм под который все загоняется это западный подход который абсолютно бесперспективен в точке с точки зрения создания искусственного интеллекта уже всем ясно все что все компьютерные системы обслуживающие военных а там в первую очередь спрос они утуперлись давно в бетонную стену потому что нейросети не работают искусственный интеллект на повышение скорости обработки информации и big data не работает никаких решений новых они найти не могут быстро при адаптировать еще могут если алгоритм не написан вот таким специалистам думает что мозг работает по принципу алгоритма это глубочайшее заблуждение я об этом много раз говорил и скажу еще мозг не работает по алгоритмам по алгоритмам работает та его часть которая является наследством нашего эволюционного прошлого то есть поэтому когда вы обращаетесь к алгоритму вы где-то находитесь между амфибиями рептилиями то ли квакайте то ли шипите где-то вот здесь потому что на самом-то деле мозг принимает решение и даже у амфибий и даже у рептилий за счет морфогенетических процессов создание таких связей между блоками памяти информации значит сенсорными входами которых до этого не было никогда именно поэтому не добрые физиологи за последние сто лет не добрые компьютерщики занимающиеся искусственным интеллектом то есть не занимающие опроедающие деньги на него зачем дают это не полная загадка дальше все эти люди включая психологов которые их консультируют не понимают самого главного мозг это не компьютер у него есть блок и памяти сенсорных входов и все есть то что в компьютере и намного хуже чем у компьютера но самое главное мышление память формируется за образов за счет образования новых синаптических связей которых от 100 тысяч до миллиона на каждый нейрон и 150 миллиардов я уж не говорю о том что у большинства людей которые рассуждают на уровне алгоритмов вообще нет понимания того что работа нейронов это не электрический сигнал закодированный по частоте и амплитуде а это синаптическая электрохимическая передача набора медиаторов которых в каждом пузырьке комбинации больше чем из 20 штук в разных пропорциях айзен пока посчитайте вы со всей своей арифметикой не можете описать даже один синапс о чем говорить о каком искусственном интеллекте фундаментальные принципы которые используют совершенно в совершеннейших сегодняшних компьютерах никакого отношения не к мозгу не к мышлению не даже память не имеют поэтому это прекрасный бизнес можно получать много денег денег их успешно тратить потому что ответ никогда не будет найдено если идти этим путем поэтому уважаемые господа человек не будет никогда моделировать никаких алгоритмов своего же мозга потому что их просто-напросто нет а те которые есть они носят интенсивно гормональный характер поэтому успокойтесь забудьте по свои алгоритмы слезайте с ветки отстегивайте хвост и займитесь чем-нибудь разумным ну хоть книжки почитайте может быть поможет хотя быстрее всего нет на этом уважаемые слушайте я с вами прощаюсь до свидания